Проект «Шкулевцы детям» реализуется в районном историко-культурном центре с 2012 года, в рамках которого поэты литературного объединения имени Филиппа Шкулева регулярно встречаются с видновскими школьниками, рассказывают о детстве, делятся жизненными наблюдениями, читают свои стихи, отвечают на вопросы ребят. В результате этих встреч у членов ЛИТО родилась мысль собрать свои стихи для детей под одной обложкой. Это редкий случай, говорит Наталья Замарина, руководитель проекта, когда стихи, придя в жизнь детей из уст поэта, воплотились в печатное слово, ставшее от этого живым, родным и понятным. Цель этого проекта – вырастить активных читателей и почитателей русской литературы, воспитать почтение к родному слову. А сборник – это один из этапов. Безусловно, это очень важный этап, потому что ребятки, участники всех мероприятий, они обрели уникальный опыт. Они вначале услышали стихи звучащими и только потом увидят их напечатанными. Согласитесь, со всеми нами всегда происходит наоборот. Мы сначала их читаем, а потом мы слышим, как они звучат в собственном исполнении, в исполнении наших друзей или в исполнении с эстрады. На презентации книги ученики младших классов из видновских школ со сцены читали стихи Татьяны Бирюковой, Валентины Богдановой, Галины Логиновой, Марии Моцарь, Александра Носова и других поэтов, чьи произведения вошли в сборник «Детство на Советской». Когда я готовилась к этому стихотворению, я чувствовала, что бабушка очень сильно скучает по своей внучке, и поэтому написала ей письмо, чтобы она поскорее приехала. Ну, больше всего понравилось, что это апрель, наступает весна. Всё зеленеет, апрельский дождь пошёл, первая гроза. Ну, прочитай несколько строчек. Дождь прошёл апрельской ночью, в небе грянул первый гром. На кустах набухли почки, оживилось всё кругом. Участникам инновационного проекта районного историко-культурного центра «Шкулёвцы детям» были вручены почётные грамоты Московской областной организации «Союза писателей». Поэтический сборник «Детство на Советской» полный оптимизма, пронизанная лирикой детства, пробуждая живой интерес у детей и светлое ностальгическое чувство у взрослых. «Пускай к тебе по щучьему велению всегда приходят лучшие друзья. Любить друзей и жить и вовремя, жить без друзей и без всего нельзя». Нотария Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжение следует...